Я несколько раз упоминал одного военного теоретика британского, Лиддлгард. Лиддлгард, один из лучших в мире. У меня была книга, название которой, ну и содержание, подходит для ответа на этот вопрос. Почему мы никогда не учимся этой истории? Человечество ничего никогда не учило этой истории. Так что за все человечество не надо отвечать, кто какие выводы делал из Второй мировой войны или из Отечественной войны. Из того, что произошло, это очень разно. Зависит от того, кто чего искал. Одни искали истину, они сделали более правильную войну. Другие, большинство, искали, как подогнать историю под свои желания, политические цели и прочее. Так они и делают, так оно и идет. Поэтому каждый делал и делает выводы, исходя из того, что для него важно. Для него важно добиться своих целей любой ценой и подогнать и происходящие события, и прошлое под свои взгляды и политические интересы. Так вот, сделает одни выводы и подтасует их. А того, кого важна истина, он сделает выводы, если он умеет анализировать. Так что я могу сказать, какие выводы у меня, это одно дело. В России разные на этот счет взгляды. В мире более разные. У Германии одни выводы, у Польши другие. У Соединенных Штатов третьи. И внутри каждой страны тоже все меняется. Так что сказать, ответить на вопрос, сделаны выводы, нет. Никто из истории не учится. Кроме тех, которые действительно уважают историю и видят в истории базу для определения настоящего и будущего. Но таких меньшинств. Я не знаю, чего хотят от мадам Ульпена, и почему на нее пытаются взволить то, чего не было. Она не обеляла Виши. Она не обеляла от Миши. Она высказала точку зрения, которая существует во Франции. Что Франция не виновата в катастрофе евреев. То есть Вишистская Франция. Так во Франции считают. Поляки тоже считают, что не виновата в катастрофе евреев. Они даже объявили уголовным преступлением в Польше. Тот, кто обвиняет Польшу в том, что происходит после евреев. Хотя, хотя. Исторический факт. И поляки, и польские ученые, которые находятся в истории, которые живут в Соединенных Штатовах. Он пришел к выводу на основе исследований документов. Что вне зависимости от лагерей. Оставим лагеря, которые были в смерти на территории Польши. Кроме лагерей. Поляки. Сами поляки. Уничтожили больше евреев, чем немцев во время Второй мировой войны. Все. Не считая лагерей. Лагеря это... Это немцы. Это немцы в основном. Поляков там было мало. В основной 90% там были украинцы, урновские и прочие. И прибалты. А поляков там почти не было. Но кроме лагерей, без лагерей и без немцев. Сами поляки. Уничтожили во время войны. Без помощи немцев. Или использовались тем, что можно делать все время что угодно. Больше евреев, чем немцев. Которые оккупировали Польшу. И воевали против ее. И армия Краева, и армия Людова. Все вместе. Так что в данном случае. Мадам Лепен высказала. Во Франции погибло, если я правильно помню. Если я правильно помню. Порядка 150 тысяч евреев. Половина из них была выдана немцам, нацистам. Правительственным веши. В правительственном веши, которое занималось также депортацией евреев. Работал один чиновник. Он был не главный чиновник. Он работал чиновник. А потом его звали ветераном. Потом был президент Франции. Президент Франции. Был один из тех, что в этом вопросе он работал в администрации. И тот отдел имел какое-то отношение к депортации. То есть это Франция. Это Франция. И на этом фоне, я не знаю, во французском сопротивлении было порядка 150 тысяч человек. Из них расстреляно было, уничтожено 75 тысяч коммунистов. Основное ростовское сопротивление, хотя оно называлось Решистанц. Но там было больше. Там было около 400 тысяч человек. Но основную часть их вставляли коммунисты, евреи, испанцы. Бежавшие из французской испании. А обычные французы, которые не относились к этим категориям, их было там меньшинство. А большинство французов воевало вместе с нацистами всю войну. Но в тот же день, когда проходит парад, День Победы в Москве, за день до этого он проходит в Париже. Они отвечают День Победы своим парадом. Французы, которые больше воевали с нацистами против всех. И уж если кому стоило, несмотря на все, что я сказал о Польше, кому стоило подписывать капитуляцию Германии, это не Франция, а Польша. Потому что в Польше воевало 400 тысяч войск польских, 300 тысяч лишних, около 350 тысяч, это армия Краева, 30-50 тысяч армия Ледова. И плюс те, которые воевали на Западе, в Англии, после польской десантной дивизии, которая была уничтожена, польские летчики. То есть Кейтин, когда он увидел французов, он удивился, говорит, и эти тоже, а это-то что? Они же наши союзники были. Так что, кто делал какие выводы? Это мадам Лепент. Во-первых, я видел репетицию парада, когда я был в Москве. Мне было интересно посмотреть больше технику. Конечно, я видел параду. Кого надо было в Москве? Порошенко, который прославляет тех, кто воевали вместе с нацистами? Или кого-то из руководителей прибалтийских стран, у которых нацисты национальные герои? Англичан, может быть, не знаю. Англичане воевали с... Англичане? Англичане, американцы, французы. Англичане считают, что для них это не... Со времен Черчилля, я не помню, что кто-то из англичан почтил своим присутствием парад на Красной площади в День Победы. Англичане нет. Французы, как французы. Французы, как французы. У них свой парад. Сначала были с нацистами, потом были против нацистов. Сначала они так, потом... А последний француз, который был, его звали Шарль-де-Гор. А после этого уже другие французы. Как Саркузи. Или как новый президент Франции. Никто и звать его никак. Откуда он пришел, никто не знает. Что он хочет, ничего не знает. Партии у него нет. И он выскочил только на том, что все остальные попали под следствие. Ну, кроме президента Франции Улана, который поставил французский рекорд, доведя свою партию за время своего правления до полного политического уничтожения. Хорошо. Ну, это сегодняшняя Франция. До Дегуля она тоже спотыкалась. Дегуля ее пытался вывести. И он ее вывел. Ну, а последующие все ее, кроме там, Жескарда Истана на одно время пытался. Все остальные делают из Франции. То, что презрительно нас говорят о Франции и ее соседи. Звучат очень многие цифры. Слава Богу, интернет позволяет каждому выбрасывать любую глупость и относиться к этому серьезно бесполезно. Так что, то, что было. И потом, 9 мая не кончилась Вторая мировая война. Есть официальная цифра, когда немцы напали на Польшу. Но когда немцы вошли в Польшу, никто не говорил, что еще началась война. Ни поляки, ни немцы. Немцы не хотели называть эту войну. Потом, через 3 дня, Франция и Великобритания объявили Германию войну. И тогда стало понятно, что... И они объявили войну. Да. Но потому, что они объявили, война не произошла. А потом они начали наступление французов. И заняли небольшой городок Саар и линию Зигфринга. Потому, что немцы оставили очень мало сил. На Западе. На Западе. А французская армия была самая большая, самая сильная. Плюс англичане, плюс армия Нейерландов, плюс бельгийская армия. Все хорошо. Так они заняли укрепление, часть укрепления, потому что немцы ушли. Немцы ушли из Саратова. Ну да, я знаю. А через неделю французская команда, на самом деле французского правительства, сказала, что нет смысла продолжать военные действия, потому что события в Польше не оправдывают продолжение военных действий. На этом военные действия закончились. То есть, французы объявили войну, но на войну не явились. Историю назвали странной войной, да. Это не странная война, они просто на войну не явились. И только в 40-м году, 10 июня, вдруг немцы решили, ну хорошо, поигрались и будет. И начали военные действия. Но самое интересное, что когда немцы вошли, вторлись в Польшу, польская армия готовилась к войне. И в польской армии были великолепные планы. Они рассчитывали на то, что французы, они поверили французам. Так же, как они верят им сейчас. Или так же, как пан Порошенко поверил французам и немцам. Они поверили им. И планы польской армии были великолепные. Французская армия ударит по немцам с запада, а польская кавалерия войдет в Берлин. И планы были, как они берут Берлин. Оказалось, что французская армия на войну не явилась. А польская кавалерия пришлось ей не Берлин брать, а как побыстрее доскакать до Варшавы. Ну да. Так что, когда началась эта война? Война началась, когда Китай вступил в войну. Вот я говорю, а ты имеешь в виду Китая? В 1937 году. В 1937 году, когда японцы оттаковали Китай на Маньчжурию. Маньчжурию они оттаковали в 1931 году. Или когда итальянцы напали на Эфиопию. Или когда итальянская армия вместе с немцами вмешались в гражданскую войну в Испанию. В 1936 году. Или когда итальянцы брали Албанию. Когда началась эта Первая мировая война? Никто не знает. И только кончилась она, да? 2 сентября на линкоре Миссури. На линкоре Миссури, да. Да, она закончилась. Но мировая она была относительно. 9 мая отмечают День Победы над нацистской Германией. Советский Союз или те, кто жили в Советском Союзе. Или те, кто помнят, отмечают победу в то, что называлось Великой Отечественной войне. Которая спасла все население тогдашнего Советского Союза. От порабощения и уничтожения Германии. И тем самым спасла все остальные страны Европы от того, что называли, уже избитой фразой, нацистской чумой. При помощи также других, которые сначала помогали этой же нацистской Германии воевать и завоевывать. Потому что нацисты не воевали. Германия не напала на Советский Союз одна. На нее работала вся Европа. Вся экономика Франции. Французские танки. И были французские добровольцы. 26 дивизий союзников. 29 дивизий французских. Союзников Германии были на границе с Советским Союзом. Все союзники явились. Кроме одного. Не то, что у них была совесть, но все-таки им было решение не посылать. Болгарская армия не была на Советской границе. Хотя они были союзниками Германии. Не были, да. До этой степени подлости болгары не дошли. А Вторая мировая война. Никто не воевал против нацизма. Никто не начал войну, чтобы воевать против нацизма. Свой согласен. Каждый воевал за себя. Каждый отстаивал себя. Пока на них не напали, всем было наплевать, что происходит в нацистской Германии. Что там происходит с другими, что там происходит с евреями. Поляки вместе с немцами делили Чехсловакию. Да. Совершенно спокойно. Также и Венград хватили кусочка от Словакии. Каждый хотел, каждый искал свое. Всем было абсолютно наплевать. Во всей Европе, в демократической Европе, наравне с Германией, Вся Восточная Европа были нацистские, пронацистские, фашистские режимы. И в Румынии, и в Польше, и в Венгрии. Я уже не говорю про Италию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...